Дорогие друзья, сегодня мы проводим очередную встречу с вами проекта «Жизнь наших летов». Сегодня у нас инженер-систематерин, специалист в сфере IT-консульта и опытный генеалог Николай Вилентинович Лучкин. Он нам расскажет о систематизации генеалогических данных из архивных и интернет-источников с помощью средств программного обеспечения. Я хочу рассказать о своем опыте при систематизации тех данных, полученных из архивных документов. И сегодня я предлагаю, если у нас выйдет по времени, сначала ознакомиться с моим выступлением, с докладом, а потом у меня есть идея показать, как я вношу данные о персоналиях прямо в онлайне из источников, доступных в интернете, в программу, с помощью которой я работаю. Программное обеспечение, о котором пойдет речь, я не буду специально рекламировать эту программу, это древо жизни, естественно, но буду рассказывать о тех возможностях программного обеспечения, которые, на мой взгляд, обязательно должны в любом программном обеспечении, которое вы используете при своих исследованиях, присутствовать. И, собственно, почему именно эти особенности, эти функциональные возможности программы важны при исследованиях. Я не буду здесь никого учить, как вводить данные в программы, я просто расскажу о некоторых проблемах, с которыми я столкнулся при систематизации данных, и о том, как эти проблемы решаются с помощью программного обеспечения. Здесь необходимо также, я об этом расскажу, отметить те особенности своей популяции, на которой я провожу исследования уже больше трех лет. Это популяция заводского поселения, а именно это Камбарский завод Осинского уезда Пермской губернии, и сейчас это город Камбарка, райцентр в Удмуртии. Дело в том, что мне очень повезло, что то место, где жила целая ветвь, одна из ветвей моих предков, и мне просто повезло в том плане, что в интернете оказался доступным колоссальнейший совершенно объем архивных документов. Это метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости, практически за весь XIX век. Причем первая четверть XIX века закрыта совершенно исключительно. Собственно, вот документы, которые мне оказались доступны, собственно, они доступны все, именно по Камбарскому заводу. Это метрические книги четырех церквей, одной единоверческой, Петропавловской, Петропавловской православной, Христорождественской, очень важной церкви, это первая церковь в этом поселении, и Успенская церкви. Кроме того, мне удалось получить доступ к четырем ревизским сказкам Камбарского завода. Это третья ревизия, это первая ревизская сказка завода за 1762 год. Сам завод начал строиться в 1761 году. И я немного похвалюсь основателем этого завода, то есть первым приказчиком и крепостным Демидова, был мой предок Михаил Иосифов-Кандюрин. Что я выяснил, собственно, я об этом не знал, я выяснил это в ходе исследования. И эта первая ревизия за 1762 год подписана как раз именем Михаила Иосифова, и я только дискутирую с коллегами по поводу того, это ревизия, там всего 12 листов, она написана собственноручно его рукой, или все-таки приказчику было как бы не по чину заниматься рукописной работой. Кроме того, удивительный совершенно по целостности массив исповедных извините, исповедных ведомостей с 1804 по 1830 на самом деле год, но с некоторым перерывом. Мне он помог и помогает до сих пор совершенно колоссальным исследованиям. Кроме того, часть собственно контингента работников завода, они были Демидовым командированы с его заводов с Бымовского, с Ашапского, с Шаквинского, и соответственно эти документы, в частности ревизии, вторая и третья ревизия Бымовского и Шаквинского завода тоже доступны, мне оказались, но не в интернете, но тем не менее я их тоже использовал. То есть массив колоссальный и мне с тем, чтобы сделать полную систематизацию этих данных, нужно работать еще и годами, ну я не знаю еще сколько лет. Собственно, источники, источников интернетовских это два. Это поколение Пермского края, проект, где собрана одна часть метрических книг и одна ревизская сказка, и кроме того, это архив Удмуртии, часть которого была, к счастью, оцифрована мормонами и размещена на сайте Центра Семейной Истории, FamilySearch, ну этот ресурс, который вы тоже все прекрасно знаете, наверное. Там есть интересные особенности, дело в том, что некоторые метрические книги, это вообще удивительное везение, они в разных копиях, то есть книга за один и тот же год, Крест Рождественской Церкви, несколько таких, они были обнаружены одновременно и в поколениях Пермского края, и на сайте Центра Семейной Истории, ну это другая совершенно тема. Итак, программное обеспечение, древо жизни. Скажите, пожалуйста, вот поднимите, могу я попросить поднять руки тех, кто пользуется этой программой? Все, спасибо. Значит, в данном случае я использую, ну, мой принцип использовать самые последние версии программного обеспечения по возможности, я пользуюсь пятой версией. Значит, большинство из вас знают прекрасно, что эта программа представляет данные в двух основных видах. Это интерактивное древо, вы можете выбрать любого человека из базы, щелкнуть и построить по нему в нескольких видах дерева. В отличие от других программ, в древе жизни это дерево интерактивное, это не просто отчет, выдаваемый один раз, а вы можете по нему перемещаться и, соответственно, использовать его в своих исследованиях. Вообще, на мой взгляд, но это тема опять отдельного доклада, возможно, я его сделаю когда-то. Само рисование древ и поколенных росписей, по моему четкому убеждению, не представляют собой средства и инструменты для генеалогических исследований. это всего лишь 7-минутные отчеты или какие-то татасы или отчеты, которые вы представляете, если вы для кого-то выполняете работу для своих заказчиков. Все-таки основным инструментом при систематизации данных является табличное представление, которое позволяет вам делать выборку, сортировку ваших персон, о которых вы собрали из различных источников и, возможно, совершенно независимо друг от друга данные. Это табличное представление вы можете настроить. Я не знаю, насколько и кто с этим работает и насколько активно. Я хочу просто показать несколько примеров того, как можно эффективно использовать именно табличное представление и какие результаты иногда совершенно фантастические можно получать на имеющейся у вас базе. Хочу сразу сказать, база у меня наполнена хорошо, там 8400 персон, из которых это не только Камбарский завод, это все, что угодно и по остальным линиям тоже, и порядка 20 тысяч событий по этим персонам. Когда вы начинаете работать с таблицей, то, казалось бы, самое такое часто используемое представление это персоны, которые упорядочены по фамилии, по полу, имени, отчеству. Кроме того, древо жизни позволяет заводить фамилию при рождении, это очень важный момент, это исключительная возможность, о которой большинство других программ и веб-сервисов просто не располагают. Но, если вы видите запись о рождении женщины, значит, у нее фамилия при рождении. Если вы работаете, если вы видите запись о бракосочетании, вернее, запись о рождении ребенка, то там у матери уже фамилия по мужу. Соответственно, у одной и той же женщины есть две фамилии и основная проблема с которой мы сталкиваемся при систематизации данных, это накопление в базе вот этих женщин-двойников. И на самом деле представление с упорядочиванием по фамилии, имени, отчеству, это тоже не то представление, как я для себя определил, которым должен пользоваться исследователь, если он работает с персональными данными людей, живших в России, ну, условно говоря, в 19 веке плюс-минус. Фамилии тогда были далеко не у всех, мы об этом немного поговорим. Итак, я в своем докладе хочу остановиться на решении трех проблем при помощи программного обеспечения. Итак, появление женщин-двойников. У нас отсутствуют фамилии при рождении в записях о смерти, о рождении детей. И, соответственно, у нас часто отсутствует отчество у жен в документах таких, как ревистские сказки, практически во всех, кроме десятой ревизии. Я не знаю про девятую ревизию, просто я не видел за 1850 год, появились ли там отчества, может быть, вы мне подскажете, если кто-то работал. Это не от ревизии, а от местных. А в предыдущих ревизиях их там нету, за исключением, скажем, ревизий, вот как ни парадоксально, скажем, в той же третьей ревизии там жен отчества есть, и более того, там уникальный случай, там даже и фамилии можно найти, потому что там написано откуда, если она как бы местная, то про отца не пишут ничего, а если она взята из какого-то другого, так сказать, владения, то там мы даже и про отца можем узнать, как минимум, фамилию, там отчество или имен. вот, и так, значит, возникает, да, кроме того, у нас отсутствуют фамилии для ряда вообще фамилии семейств, и более того, фамилии даже в десятой ревизии часто отсутствуют, вот как бы есть эти три проблемы, тем более, но, предположим, мы набрали серьезную базу, ну, что такое серьезная база, как бы тот метод, о котором я сейчас расскажу, он у меня начал работать после того, как я подобрал где-то, может быть, полторы-две тысячи персон, но речь идет именно об одном поселении, ну, плюс-минус какие-то окружающие села, починки и так далее. Итак, попробуем установить сначала, значит, как подходить к установлению фамилий при рождении женщины, у которой известна фамилия в замужестве, известно ее имя, отчество и примерный год рождения. С годами рождения, ну, понятно, мы определяем их по возрасту из разных документов. Это как бы вещь очень, очень расплывчатая и тем не менее, опять, у нас есть серьезный массив документов и у нас по многим персонам мы можем находить записи из 10-15 из 20-ти разных документов. И, в принципе, моя работа заключается фиксацией вот именно этих записей. Это дает на самом деле возможность не только находить фамилии, но даже исправлять ошибки в документах. Ошибки в документах, вы тоже с этим сталкивались, бывают иногда очень серьезные. Значит, я покажу еще один интересный пример о том, как мы находим отца двух сестер, о котором нам ничего не было известно. Женщины упоминаются в одном документе, в одной записи, ну, как жены совершенно разных людей, у них только одинаковое отчество, но разные фамилии в замужестве. И, кроме того, я еще покажу, как я обнаруживал исчезнувшие фамилии из документов. Итак, мы берем табличное представление. Мы хотим понять, есть ли у нас женщины-двойники, то есть, женщины, у которых одинаковое имя и отчество, но значит, примерно одинаковый год рождения, значит, и посмотреть, вообще, такие женщины-двойники, они есть в базе или нет. Что мы делаем с табличным представлением? Мы берем и меняем поля сортировки. Древо жизни позволяет делать мультисортировку, то есть, сортировку по нескольким полям сразу. Итак, ну, сортировка по полу нам бессмысленна, мы сразу мужчин отфильтровываем. Этот фильтр легко задать, если вы пользуетесь программой активно, вы знаете, как это делать. Если нет, я тоже покажу. Дальше, мы сортируем не по фамилии, по имени и отчеству, по дате рождения, что важно, и только потом уже по фамилии в замужестве и при фамилии при рождении. Далее, есть какой момент, значит, если у нас есть женщины, про которых мы знаем все, и фамилию при рождении, и в замужестве, соответственно, обе фамилии известны. Вот женщины, про которых все известно, мы тоже отфильтровываем. И смотрите, что у нас сразу же получается. Я взял фрагмент, я взял фрагмент просто из табличного представления и своей базы. Как только мы это проделали, у нас появляются очень интересные вещи. Вы прямо с буквы А начинаем. Вот у нас есть, например, две Агафьи Петровны. Одна примерно 18-го года, 1818-го рождения, другая 1819-го года. У одной известна ее фамилия при рождении, у другой фамилия при замужестве. Но Агафья Петровна это не Анна Ивановна и не Евдокия Степановна. Значит, достаточно редкое сочетание. Это явные кандидаты, это явные кандидаты на двойника. Дальше, здесь же мы наблюдаем у нас, еще есть Агафья Прокопьевна. Я бы сказал, что вот этих женщин в программе можно объединить просто сходу. Не надо даже в документы лезть. Есть еще, значит, они там 1816-го года, 1815-го и 16-го года. Расхождение в один, в два, даже в пять лет. Это вообще, то есть, если как бы попадают вот эти персонали в этот интервал, практически одна персона. Потому что, ну, факт известен, возраста плясали сплошь и рядом. А вот, например, Агафья Родионовна 1796-го года одна и 1797-го примерно. Но это практически стопроцентный вариант. Но дальше возникает вопрос, а что с этим делать? Не имея документов, сразу их начинать совмещать, это подход, наверное, неправильный. Но вот подобная таблица дает нам на самом деле ключ к тому, где попробовать поискать документы, где вот эти две женщины съезжаются, то есть запись о бракосочетании, о венчании. Мы можем примерно добавить там от 17 до 25 лет, и если у нас есть эти документы, целенаправленно попытаться найти. Я пробовал это делать, но это не 100%. Иногда просто не удается, даже вот известно, что этот человек, эта дама, она прожила в этом месте, значит, есть документы за эти года, значит, одной или нескольких церквей, а запись о бракосочетании не удается получить никоим боком. Есть косвенные свидетельства, если у нас в каком-либо из семейных событий, вот, например, эта барышня попадает еще девицей, в качестве, например, восприемницы, куда-нибудь, вот, кто она у нас там, ой, не помню, ну, условно говоря, Панкратова, и вдруг она попадает в восприемники на Кристины к Шаимовым. Ну, я обычно в таких случаях считаю, что она точно, как бы, что она точно родственница. Именно поэтому очень важно в программу заносить не только, собственно, кто родился, женился, кто кого родил, но также восприемников и поручителей. Это дает потом при решении вот такого сорта проблем с двойниками совершенно неоценимую информацию, о чем мы, что мы и увидим дальше. Вот такая, значит, была обнаружена запись в метрической книге, по-моему, это Петропавловская единоведческая церковь Камбарского завода за 1875 год. Заводской крестьянин Филипп Матвеев-Бабиков и законная жена его Агафия Савельева, оба раскольники, они родили сына Александра, ой, извините, они родили сына Александра, причем, смотрите, там написано, что они раскольники, но священник им сказал, так, значит, приводите всех своих остальных детей, иначе новорожденного не покрещу, видимо, такая была ситуация. И они действительно привели своих трех детей, там дочери, по-моему, все, и, значит, вместе с Новорожденным покрестили. Кто был восприемником? А восприемником была еще одна интересная дама, значит, вот эта вот мама, это Агафия Савельева, а пришла Евдокия Савельева, скорее всего, ее сестра. Значит, про мать мы знаем, что она Бабикова, про Евдокию Савельеву мы знаем, что она Дьячкова. Вопрос, сможем ли по базе, которая достаточно наполнена, найти их отца предполагаемого? Значит, что мы тогда делаем с табличным представлением? Пробуем найти. Мы тогда начинаем делать первые критерии сортировки, пол здесь у меня указан, конечно же, лишний, потому что мы ищем только женщины, сразу отфильтровываем. Мы сортируем по отчеству сортируем по фамилии при рождении, нам же нужно искать отца, дальше мы сортируем по дате рождения, чтобы сделать подборку по возрасту, значит, сестер могли быть еще сестры, наверное, вот, а дальше уже по имени, по фамилии, ну и что же? И вот в этом случае, надо сказать, что у меня этот случай, наверное, либо почти уникальный, либо, может быть, я потом перестал обращать внимание на вот эти вот вещи, но мы такого человека нашли, значит, им оказался Савва Климовских, у которого среди его четырех дочерей оказались также дочери Агафия и Евдокия. Но другого совпадения по поселку за этот период, ну это просто такого быть не может, то есть вот их я смело сразу же определил фамилии по рождению, и этих двойников сразу две пары и своей базы я устранил. То есть, вот на самом деле у нас нету документа о рождении ни той, ни другой. То есть, но у нас есть достаточно хорошо наполненная база. Мы средствами программного обеспечения, доступного всем, причем тут не нужно быть программистом, нужно чуть-чуть понимать, как эта программа работает. Мы устанавливаем на самом деле совершенно, вот на мой взгляд, достоверный исторический факт. и следующий момент, значит, мне программа очень сильно помогла в установлении фамилий семейств, у которых фамилии в документах отсутствуют. То есть, сначала я не знал, что делать в тех случаях, когда в документах мы видим имя-отчество и фамилии нет. У меня оказалась ситуация, что в Камбарском заводе довольно распространенная фамилия Мамонтов. Эти люди есть во всех ревизиях, они периодически встречались и встречаются мне в метрических книгах, но они напрочь отсутствуют в ревизских сказках. Что с этим делать? Оказалась интересная вещь. То есть, немного повезло. В ревизской сказке 10-й ревизии за 1858 год оказался алфавит. То есть, индекс всех хозяев домовладений, которые собственно в ревизии перечисляются. И упорядочен он оказался не по фамилиям, а по именам. Значит, я взял из исповедки за 22-й год вот этих вот людей. Ефрем Никитин Мамонтов и у него там три сына. Николай, Галактион и Георгий. Я решил посмотреть, а может быть я, ну, как бы все они там молодые, но я понадеялся, что они дожили до 58-го года, то есть, они прожили 30-35 лет. и стал смотреть в алфавит и на букву Г я тут же увидел Галактиона Ефремова. Ха-ха! Скорее всего он. После того, как я обнаружил еще и Егора Ефремова, как бы уже ситуация стала там на 90% совершенно ясна. То есть, вот эти, да, причем обратите внимание вот это, вот эта вырезка из алфавита. У нас некоторые персонали идут с фамилиями, а некоторые фамилии не имеют, как Галактион Ефремов. Вот рядом идет еще Гуриан Федотов, у него фамилию, по-моему, я тоже установил, но как бы это не тема доклада. То есть, вот такой вариант, такой структуры документа, алфавиты, были не у всех ревизий, по-моему, даже в 10-й, хотя в 8-й ревизии я видел у какого-то завода уральского наличие алфавита. Но тот был не по имени, а по фамилиям сделан. Здесь повезло. Дальше, как мы все-таки проверяем, мы попали, мы попали здесь в точку это Мамонтовы или нет. Я решил посмотреть, а что у меня в базе по этим Мамонтовым было уже к этому моменту. Значит, в данном случае здесь это уже собственно сама запись в этой же ревизии. И что мы здесь видим? Здесь мы, например, находим у Галактиона Ефремова того самого жену Авдотью Абрамову 32-х лет. Открываем программу и теперь уже строим не таблицу а древа. Находим достаточно неплохую подборку персоналей, которые уже были внесены. И вот здесь мы видим, что у нас есть Евдокия Авраамовна, то есть та самая Авдотья Абрамова, даже известная ее фамилия при рождении. Ну все, то есть мы попали и таким образом это пример того, как была установлена фамилия отсутствующая у этого семейства в этой ревизии. Когда потом я сделал просмотр соответствующих людей, у которых было только имя и отчество в ревизии 1834 года и 16-го, все встало четко совершенно на свои места. Вот мы видим, как использование программы нам позволило все это восстановить достаточно не просто так, не сходу, не легко, но достаточно систематизированным способом. Что является существенным фактором, который мне облегчил работу? Это характеристики популяции Камбарского завода. Собственно, эти характеристики, они присущи всем заводским поселениям, наверное, уральским, может быть, не только уральским. Это замкнутые популяции в 19-м веке. То есть это приписные заводские крестьяне крепостные и они поколениями работали на одном и том же заводе, а отток и приток был относительно небольшой. То есть те, кого командировали еще куда-то направляли и значит, те, кого, наоборот, командировали на это место. Соответственно, низкая мобильность населения. И что еще важно, это сословная однородность. Потому что если мы сравним заводские поселки и города с купеческими городами, то мы увидим, что у нас, как, скажем, этот камбарский завод, там все они крестьяне и немного священнослужителей. Если мы возьмем какой-нибудь соседний город купеческий, например, Сарапову, кого мы там только не увидим, там и служащие, там и мещане, там и купцы, там и почетные граждане и так далее и тому подобное. То есть это люди, которые способны перемещаться и имеют более высокую социальную мобильность. А здесь просто население сидит на одном месте поколениями. Они все очень хорошо записываются, тем более, что вот этому факту хорошего документирования способствовало то, что значительная часть населения камбарского завода это были раскольники и единоверцы и власти, придержащие этот контингент старались отслеживать по максимуму. Более того, у единоверцев очень интересно, на мой взгляд, намного лучше и аккуратнее были, вообще записывались и сохранились в дальнейшем метрические книги, гораздо лучше, чем в православных церквях, вот у меня пример камбарского завода это подтверждает. Что на данный момент я имею вот в этой моей работе, которой я занимаюсь и продолжаю ее практически каждый день, потому что материал, который требуется обрабатывать, его еще осталось очень много. у меня 8400 персоналей, где-то к 20 тысячам событий я подбираюсь и скажем, это все в основном первая половина 19 века, то есть там принцип у меня был такой изначально, сначала я искал своих предков, потом вместе с ними я стал обнаруживать их родственников, вместе с ними я стал обнаруживать родственников их родственников, это все из того же Камбарского завода, и мой принцип формирования древа и систематизации таков, что я вписываю туда только тех людей, которые имеют родственные связи с уже внесенными, на данный момент из 8300 только 10 человек не являются родственниками, то есть вы знаете, что можно нажать, показать, то есть дерево построить по всем родственникам, есть такая функция в древе жизни, вот только 10 человек, из которых каких-то я вписал туда возможно по ошибке, а каких сознательно, то есть они постоянно встречаются в событиях, но никак пока ни с кем значит я их не смог породнить, вот, и где-то кровных родственников примерно 1300 или 1400, значит я буду заниматься этой систематизацией до тех пор, пока не обработаю весь имеющийся у меня в наличии ресурс, при этом мне не нужно никуда ходить, то есть у меня нет проблемы когда мне говорят ну ты поди вот ты хочешь там ты можешь найти в таком-то архиве там я не знаю в Цгада в Гарфе я говорю слушайте пока я доживу до того момента когда мне придется куда-то бегать я не знаю сколько лет пройдет у меня вот все передо мной я сажусь за компьютер и я иной раз не знаю вообще куда залезать потому что там совершенно бескрайний в общем край непочатой работы совершенно а да это у меня такой благодарственный слайд на котором я выражаю благодарность людям которые мне в работе помогали и подсказывали и давали ссылки на нужные материалы которые оказались для исследования ключевыми очень интересно вот Ольга Ивановна Кополова из Режа оказалась моей родственницей она мне приходится семьюродной прабабушкой у нас с ней один и тот же один и тот же предок как минимум это вот тот самый Михаила Осипов Кондюрин который был первым приказчиком по сути дела основателем Демидовского завода и организатором создания поселка при нем все спасибо за внимание несколько слайдов просто есть слайд но я думаю что это кому интересно то есть доступна презентация я сформулировал требования к программному обеспечению для того чтобы ну какими функциями должна обладать программа чтобы позволять делать те вещи о которых я вам сегодня рассказал ну да да и собственно собственно по презентации по презентации все есть еще ну в общем есть еще куча всякого куча всякого мяса к этому слушайте ну я по-моему что-то это самое в 20 минут я уложился я предлагаю тогда сейчас вопросы небольшой перерыв и потом посмотрим как в реальности все это работает на одном единственном примере ну давайте тогда мы все это самое тогда пожалуйста вопросы мне да спасибо большое за интересный рассказ вопрос такой вы сказали что у вас есть доступ к огромному количеству информации это хорошо если он есть вы сказали что вы вносите в базу док-ради которых которые точно видно что это родственники кого-то кто уже есть по крайней мере вот если так посмотреть со стороны получается что у вас очень мало вероятность добавить человека которого вы еще не вычислили просто-напросто наличие вот этих женщин двойников они должны у вас отсеиваться практически в тот момент когда вы их добавляете потому что ну либо они должны быть родственниками как минимум с двух разных сторон потому что иначе если у вас есть женщина которая родила кого-то то соответственно она должна уже быть родственницей либо женой родственника в этой базе поэтому фактически как можно использовать ваш подход если я хочу изучать своих родственников я понял абсолютно всех кто живет в этом городе а потом дальше я понял я понял вопрос значит да действительно вот если отвечать коротко да всех вот подряд вы у вас есть я не знаю что там метрика ревизия вы берете и переписываете всех это идеальный вариант это один из принципов это один из принципов принципов формирования базы данных на основе первички их может быть несколько я принял вот такой принцип и он в моем случае он сработал очень хорошо да у меня до сих пор значит ну я я сейчас постараюсь показать как я это делаю значит дело в том что перед тем как заносить данные в базу их необходимо все-таки определенным образом обрабатывать я привожу пример и мы кстати сегодня у меня будет я всего лишь один пример покажу там тоже это есть вы видели что у нас вот эти агафья и евдокия они были савельевы у меня в базе они записаны как савишны потому что отец у них записан местами как сава местами как савелей то есть вам нужно перед тем как заносить данные в базу для того чтобы вы искали людей однозначно вам придется если вы я к этому пришел далеко не сразу значит я просто веду я заношу людей под неким условно говоря эталонным именем и держу у себя отдельный документ просто вордовскую табличку где у меня напротив каждого имени записаны варианты его написания в документах вот значит это помогает осуществлять поиск и вообще как бы заносить каким-то регулярным образом людей вот потому что ну таких разночтений причем один и тот же человек вы же знаете прекрасно он может быть в разных документах записан по-разному особенно когда мы берем ревизии то есть гражданский документ и мы берем метрики или исповедки церковные документы и все что мы с этим будем делать вот значит более того следующий вопрос да правильно если у вас принцип такой вы делаете сплошную бомбардировку всех первичных документов да вы берете оттуда всех людей подряд значит и более того вы их записываете в одну единственную базу значит любую информацию я слышу регулярно среди исследователей такую вещь вот я по отцу веду один файл да я работаю с древом жизни я по отцу веду один файл а по матери другое а по каким-то еще родственникам третьим это просто это просто всю идею систематизации губит на корню вы вынуждены вы либо у меня были случаи вот если бы я так поступал я бы например никогда не склеил там пару тройку своих родственных связей вот мой подход он подлежит критике значит и он работает хорошо вот в моем примере он работает очень хорошо но у меня скажем в расшифровках метрик до сих пор есть отдельные фамилии которые да вот они там же по ним тоже есть значит записи в метриках но они ко мне не попадают но это единичные случаи более того значит нет от того что какой-то человек является родственником другого через несколько семейных уз вот ну как бы он он родственник по связям но он не кровный родственник но что самое интересное куча народу поскольку поскольку ну невозможно без родственных браков в такой ну комбарский завод его население в середине 19 века это порядка четырех тысяч человек значит невозможно там не иметь родственных связей и эти примеры тоже есть у вас есть просто фотографии метрических книг там или чего по ним невозможно делать поиск пока ты лично не прочитаешь дальше у вас значит надо переписать грубо говоря в Excel или в Word эти все страницы а дальше уже совершенно верно я покажу я вам покажу просто технологию как я это делаю при этом Word это правильно Excel категорически запрещен запомните 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 вот эту фразу категорически не рекомендую пользоваться Excel а чего и почему эта тема другого ну смотрите вот сейчас моя технология я ее просто покажу я беру произвольно но у меня документы если они проработаны процентов на 15 ну по бракосочетаниям наверное первой половины 19 века ну чуть побольше значит я просто вот я могу сейчас имея вот этих вот за плечами 8000 в базе я просто открываю произвольную страницу и беру произвольную запись о бракосочетании мы сейчас посмотрим как я это делаю дальше значит но я беру значит вместе с образом страницы на экране я открываю совершенно значит мой вордовый файл с расшифровкой в которой что-то частично расшифровано и внесено в базу и это я отмечаю просто фоном а что-то в базу не внесено потому что я не смог у себя ну найти этого человека вот и дальше я начинаю с этим работать поскольку поскольку я уже въехал достаточно глубоко есть люди которых я просто определяю я знаю что да человек с этой фамилией уже тысячу раз он у меня проходил занесен я его нахожу в базе при этом у меня таблица упорядочена не по фамилиям а по имени отчеству фамилии фамилии при рождении я через некоторое время понял что так искать людей идентифицировать гораздо легче потому что некоторые идут обнаруживается значит где-то примерно года полтора назад я просто начал обнаруживать у себя в базе не просто отдельных людей а целые дублированные семейства я покажу это сейчас сколько сколько а скажите пожалуйста можно я тогда в ответ на ваш вопрос задам вопрос со своей стороны значит так прошу поднять руки тех у кого ну я не знаю систематизировано в программе не просто в записях 300 и меньше человек меньше 300 нету таких у кого от от 1000 от 300 до 1000 у кого от 1000 до 5 супер супер ну слушайте нет вы не поняли значит вы неправильно вы все неправильно у кого занесены подтвержденные в программу по которым можно сделать такой поиск я именно это время я выйду но у меня то же самое это тоже самое это тоже самое часть мобильная версия а вторая как раз вот русский процент звоните с на водой базе но просто как быть момент я поняла что будет та же стоимость о котором говорит это мокровная очень напоснать если они так 4 9 все понятно они там все я занесла только прямых и от этого остановилась потому что я понимаю что сейчас делают за меня другие люди просто родственники мои всего лишь четвероедные отчеты не слушайте но ведь как только как только нет ну вот эта ситуация с двойниками мне кажется она совершенно я вносил их из первичных документов у меня они изначально вот например в табличном представлении я работаю я работаю с упорядочением сначала работал фамилии имя отчества но кажется это логично оказалось это нелогично как только я стал упорядочивать по именам и отчествам у меня тоже стали вылетать куча мужчин каких-то совершенно с одинаковой фабулой я дернулся в дерево это те же самые ребята но они одновременно фигурировали в разных документах более того в одних и тех же исповедках за одни и те же годы с перерывом одни и те же люди шли под разными фамилиями есть примеры когда у одного и того же человека за всю его жизнь три фамилии упоминалось это не только в одном у меня есть примеры когда вот такие вот двойники например оказывались не помню в Бымовском или по-моему в Бымовском заводе или в Ашапском но там интересно например я посмотрел ревизию там ревизии уже писали там Иванов он же Петров вот такого я в Камбарском заводе не видел но вы наверное тоже встречались с такими вещами и вот у меня этот самый там ну не помню уже кто конкретно то есть они размножались под двойными фамилиями и в другие поселения слушайте ну смотрите я беру например я беру ревизию так там целое семейство и там соответственно есть допустим мать-отец и их сыновья значит дочери там сыновья и дочери вот эти люди так значит одна фамилия там допустим у меня Мечковый вот дальше значит и это идет несколько ревизий 16 34 58 дальше у меня есть допустим Щеколевый соответственно у этих Щеколевых там вот у Мечковых в 16 году была какая-то дочь а у Щеколева жена с тем же самым именем и отчеством что у этого Мечкова но про нее никто не сказан чья она дочь но я ее заношу точно так же в программу потом сравниваем года рождения при помощи этой таблицы и думаю ну да вот наверное вот как они появляются а все эти люди они мои родственники и могут быть даже моими кронами а каким образом ее сделать начали я скажу там и беру следующую ревизию и понимаю что ей вот этой девочке в смысле этой жене на момент следующей ревизии два года предположим я беру эту ревизию всю просматриваю еще эту Акафью Савиевну и смотрю сколько их если она одна мне все очевидно замкнутое пространство если их две вот тогда надо брать мифические книги смотреть как там записан брак если ничего опять-таки не удалось браком найти с мочком с преемником то есть вот такая проверка я понимаю большинство делает вот так а где может быть в одной семье подряд могут быть конечно вы знаете когда таких случаев там 1-2 наверное и когда в отчину ну сколько в отчине сколько в отчине народу ну много да вот но у меня таких случаев я не знаю вот таких двойников в моей базе ну там наверное не то что с полсотни наверное около сотни пар она есть и как определить опять что значит по одной линии когда я например пытаюсь искать каких-то людей по одной линии и смотреть ну здесь два варианта откуда я их найду не пролопатив метрики если я лопачу метрики я должен делать полную расшифровку этой метрики у меня просто не хватает терпения я поступаю совершенно выборочным произвольным способом на самом деле я сказала кому так удобнее кому удобнее тратить на проверку сначала а Николай удобнее сначала все это ввести а потом проверять в принципе что так что так ваш способ может быть немножко более простой по факту потому что сравнить таблички с двух окатик проще чем проверять сначала куча документов но это предусловие что они у вас видно сходятся ваше древо через разные какие-то ветки нет они все попали только потому что они являются родственниками тех кто уже там есть а те в свою очередь являлись тоже родственниками ну и так далее либо их нужно всех тотально сначала занести в базу данных абсолютно все документы которые у вас есть а потом сидеть уже а потом сидеть и анализировать данные надо кучу времени чтобы внести в базу данных это тоже в базу данных время времени на ввод в базу данных требуется много но это дает но это дает но это дает эффект это дает эффект колоссальный не знаю в моей практике вот на конбарском заводе как раз самыми точными ну не считая метрик самыми точными документами являются исповедки ну что себе вот как раз наоборот ошибочные с точки зрения вот с точки зрения например возраста нет там тоже есть ошибки но если мы возьмем ревизские сказки там вообще ужас какой-то ну вообще есть своя местность то есть есть да есть местная специфика поэтому это как бы вот момент а когда они сводятся очень интересно когда они сводятся все вместе а потом еще и находится значит допустим запись о рождении а на человека уже имеется значит по всем там по исповедкам не знаю за 15 лет например данные по возрасту еще и 3 ревизии в 3 ревизии он попадает вот там очень интересные вещи и более того становятся понятны даже некоторые систематические ошибки есть ошибки случайные но в ревизиях часто бывают просто систематические ошибки и они тоже помогают на самом деле вычислять возраст год рождения более достоверным давайте вторую часть мне понадобится некоторое время как раз вот я и хотел бы продемонстрировать я и хотел бы продемонстрировать как раз вот этот вот способ практически произвольного занесения персоны в древо и нет на самом деле программа как раз позволяет делать такие вещи которые ну с точки зрения наверное профессионала я не профессионал генеолог или историк с точки зрения профессионала такие вещи наверное категорически возбраняются не слушайте у вас есть прекрасный инструмент вы можете делать все что угодно ну соблюдаю как бы вот вот оно оно и так так мы видим значит что мы сейчас будем делать у нас есть метрическая книга там видно да Успенской церкви за 1855 год мы берем вторую часть и вот желтым я выделил значит бракосочетание 4 апреля Максим Максим Иванов-Шаимов вторым браком 42 года и Анисия Прокопьева-Чурина значит там еще есть несколько людей ну как бы здесь мне показалось показался интересным именно этот случай ну потому что как бы обе фамилии мне уже известны и итак значит вы видите я просто показываю мою методику я делаю расшифровку расшифровку часто я делаю не полную а того что мне бывает интересно ну просто так не совсем просто так значит голубым фоном я выделяю ту запись из метрики ну или неважно из исповедки которую я уже обработал занес в базу значит имена я записываю в том виде здесь в каком они появились появляются в документе то есть вот у меня была Татьяна Лев Мокиев Климовских Климовских отец и жена Стефанида Федотова например это я вот сделал чуть ли не сегодня с утра вот дальше мы посмотрим что у нас значит с Максимом Ивановым Шаимовым открываем программу и ищем значит у меня персоны по имени и отчеству и мы ищем Максима Ивановича Шаимова значит сейчас чуть-чуть мы покрутим идет у нас вот он Максим Иванович Шаимов мы строим дерево строим значит вариант прямая родня братья и сестры самый удобный такой достаточно компактный но дающий некоторое представление действительно что мы видим здесь по нашей программе у него уже две жены зафиксировано причем как имя отчество первой жены неизвестно мне в документах нигде я ее пока не обнаружил значит соответственно ну я внес уже этот факт умерла она явно до 1855 года значит вторая жена отмечена Анисия Прокопьевна но про нее ничего не было известно значит давайте смотреть теперь итак нам искать нужно соответственно в древе вот этого человека которого зовут Прокопий Чурин есть у меня в базе такой человек значит мы ищем так Поликарп сейчас один момент значит Прокопий есть Прокопий Яковлевичурин 1812 года вполне подходит на должность отца этой самой Анисии открываем его древо вдруг появится у нас двойник сейчас немного тормозит не самый у меня сильный что мы видим Хахан значит известна его жена известен сын Егор и все дочери Анисии здесь нет тот ли это вообще человек где нам его искать но во всяком случае значит дамой двойной не оказалось возраст мы смотрим ей 22 года то есть она скорее всего 1833 34 года рождения вопрос а попала ли она в ревизию 1834 года комбарскую давайте проверим у меня есть полная расшифровка этой ревизии по домовладениям и мы ищем в орде фамилию чурин почему не в экселе в орде я могу заносить любую совершенно не структурированную информацию и меня ничего не сдерживает а поиск ничуть не хуже ищем чурина и вот он у нас имеется Прокопий Яковлев Чурин на странице 45 идем на сайт поколений Пермского края значит и находим эту запись Прокопий Прокопий Яковлев Чурин и смотрим что с дочерьми о счастье Анисия одного года это та самая Анисия вот кстати к вопросу там она Анисия записана здесь она Анисия как ее записывать значит у меня есть соответствующий у меня имеется соответствующий файлик вот такого вот формата сейчас открываем слова ремен я просто решил воспользоваться академиком академическим словарем и собственно он для меня является основным источником вот этих эталонных имен вот как правильно записать Анисию в программу для дальнейшего поиска вот такая вот у меня имеется табличка Анисия ну и два варианта Анисия и Онисия я это фиксирую в базу я ее запишу как значит соответственно как Анисию мы можем сюда создаем здесь в программе дочь жена у Прокопия Яковлевича одна единственная была ой да 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 слушайте все я зарпортовался молодцы так все спасибо 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 я уже не буду здесь так хорошо так мы возвращаемся значит к нашему Шаимову по-моему да Максим Иванов Шаимов значит да сейчас мы ему запишем нарисуем снова вот значит ну во-первых мы все-таки добавим событие правильное потому что женитьбу мы заменим на венчание значит место Камбарский завод занесен Успенская церковь там уже есть дата 04 04 1855 старая вот это вот способ ввода дат в древе жизни он в общем отличается в лучшую сторону от многих других значит невеста уже у нас мы заносим первую жену оставляем Шаимова Анисия Прокопьевна и пока сохраняем это событие потому что мы должны эту самую Анисию правильно идентифицировать значит мы вносим фамилию при рождении она у нас теперь полноправная Чурина значит год рождения вот здесь в комментариях к сожалению значит здесь в комментариях я указываю что она у нас появилась в ревизии 34 года и она там была одного года то есть вычисленный то есть по второй ревизии указанный возраст ну по-видимому соответствует действительности все-таки когда в ревизии вписывали маленьких детей там вероятность того что год рождения соответствует действительности он больше на мой взгляд согласитесь вписываем отца значит он у нас Прокопий ну выбираем да-да-да так и так Прокопий Яковлевич что ли он у нас да вот он ну и соответственно мать понятно что она родилась конечно же в Камбарском заводе далее что еще мы можем сделать да но это уже как бы это понятно значит мы удаляем событие вышло замуж постольку поскольку теперь есть венчание и соответственно единственное здесь ну это некоторый я не знаю недостаток или особенность программы что если у нас указан просто год рождения то есть у нее дочь родилась Хионе в этом же году в 1855 хотя быть этого судя по всему вот она ее поместила тут не переместить это событие но не важно это мы поправим да дальше что нам остается нам остается значит нам нам остается внести поручителей нам остается внести поручителей из которых я вижу Егор Дмитриев Мечков Никифор Дмитриев Мечков о тут одни Мечковы Пастухов и Василий Федоров значит ну понятно что мы их вносим тем более мне это будет интересно Мечковы мои родственники и возможно даже кровные некоторые из них как минимум вот и после того как обработка вот этого события завершится я вот то что значит в своей расшифровке я видел выделил желтым фоном я закрашу голубым вот но не будем тратить здесь на это время все пожалуй с этим пожалуй с этим все спасибо большое спасибо Николай за интересный рассказ в общем наверное такой способ тоже может существовать потому что мы привыкли как бы с другой стороны но если так может быть тоже имеет смысл трудно сказать что быстрее что медленнее что правильнее что неправильнее это как-то в общем интересно необычный подход и у нас есть еще одно официальное действие очень давно мы наградили но физически не отдали наш свобочный знак участник проекта СВТ первой степени Исаеву Александру Викторович Александру Викторович давай я тебя лучше у него теперь давайте как обычно перейдем вам еще маленькое объявление значит УСВРТ новый проект мы значит один из даже несколько один из проектов мы готовим книгу мы им обязаны жизнью о наших родственниках бойцах погибших воевавших ковавших победу в тылу приглашаем к участию всех то есть вы можете двух своих родных персон небольшую как бы словарную ну не словарную небольшую статью примерно на страницу подробности на форуме есть там все количество печатных знаков какая фотография если нет фотографий что делать там все можете прочитать приглашают участие то есть увековечить своих родных военных в общем издании подумайте